Буржуи постоянно льют крокодиловые слезы по поводу пролитой крови во всякой успешной пролетарской революции. Своего собственного многовекового насилия они не замечают. Авторы «Черной книги коммунизма» утверждают, что на совести коммунистов 100 миллионов погибших. В число «погибших от коммунистических репрессий» они включили даже нацистских коллаборационистов. Вообще, это произведение изрядно критикуется за недостоверность приводимых данных. Ну да ладно, давайте возьмем за ориентир эту невероятную цифру – 100 миллионов. Только в двух мировых войнах, развязанных империалистической буржуазией в 20 веке, погибло более 90 миллионов человек. А сколько было военных вторжений в разные страны планеты после 1945 года? В Корее, Вьетнаме, Ираке счет убитых также шел на миллионы. И кто считал погибших от голода, организованного капиталистами, от кризисов, безработицы, бездомности и отсутствия медицинской помощи? Это другое, тут понимать надо. Просто кто-то не вписался в рынок, при чем тут капитализм, правда? Буржуи лицемерно болтают о недопустимости насилия и одновременно всю свою историю топят человечество в крови. Коммунисты же честно говорят, что насилие прекратится лишь вместе с классовой борьбой. То есть, только после того, как на планете будут обобществлены все средства производства и перестанет существовать деление людей на классы. Да этот ваш Ленин сгубил веру православную и уничтожил церковь. Сколько гонений при нем было на верующих батюшек? КОНЕЦ 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 Ленин-то ваш предатель! Во время войны устроил переворот, а большевики разлагали солдат на фронте с своей пропагандой. И вообще они были агентами Германии. Ну что вы, большевики были агентами Великобритании. Я об этом писал в своих книгах. Англичанка гадит, англичанка гадит снова. И англичанка возвращается, чтобы нагадить еще раз. Абсолютно точно он был британским агентом. КОНЕЦ